здравствуйте ребята тема нашего сегодняшнего урока андрей платонов песчаная учительница образ марии никифоровны цель нашего урока раскрывая идейное содержание рассказа показать смысл жизни отношение интеллигентного человека к людям сегодня на уроке мы ставим следующие задачи мы должны научиться читать платона писателя философ мыслителя постигая его стиль дать оценку поступком героев обучать характеристики литературного героя через работу с понятиями смысл жизни нравственный выбор человек и обстоятельств многие из вас составили презентации по жизни творчеству андрея платонова проанализировали его рассказы сегодня я хочу остановиться на его рассказе песчаная учительница в 1927 году платонов создал данный рассказ который стал гимном человеческому труду и упорству в борьбе с пустыней в рассказе говорится о силе женского характера образ молодой учительницы марии нарышкиной стал героическим она проделала большой путь и была готова сделать еще столько же ради победы таким человеком можно гордиться и ставить его в пример действие рассказа андрея платонова происходит в двадцатые годы в маленьком среднеазиатском селе хашутово за околицей села начинается самая настоящая пустыня безжалостная и холодная к людям историческая справка после октябрьской революции началась борьба за всеобщую грамотность ликвидация безграмотности рассматривалась как непременные условия обеспечения сознательного участия всего населения в политической и хозяйственной жизни страны властям предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности декрет предусматривал также организацию обучения детей школьного возраста не охваченных школами миссия главной героини учительницы марии нарышкиной это нести знания в условиях где жила нарышкина знание и умение создавать лесополосы сохранять зеленые насаждения и разводить растения оказались жизненно важными и мария никифоровна догадалась школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками в обучение искусству превращать пустыню живую землю и уже через год упорного труда хашутово было не узнать любовые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов длинными лентами окружали хашутово со стороны ветров пустыни и заютили неприветливые усадьбы для справки шлюга это кустарник или деревцы из рода ивы тоже что краснотал верба в некоторых областях россии в повседневной речи используют слово тальник различные виды ивы называют ветла верба шлюга ракита и миль золя писал весь смысл жизни заключается бесконечном завоевание неизвестного в вечном усилии познать больше читая рассказы андрея потом хочется задать вопросы самому себе для чего человек живет в чем заключается смысл его жизнь я хочу чтобы вы сами ответили на эти вопросы что касается марии нарышкиной я думаю что в данном случае подходит ответ оставить добрый след на земле она жила она жила для других людей у нее не было цели разбогатеть продолжить свой род добиться славы успеха известности она такие цели не преследовала она жила для других людей давайте еще подумаем над таким вопросом что делает человека счастливым для каждого человека счастье представляется по-разному для кого-то это семья для кого-то близкие люди кто-то счастлив в работе кто-то считает себя счастливым тогда когда достижает достигает определенных целей успехов когда встречает свою любовь дружбу когда у него душевное равновесие я думаю что Мария нарышкина счастливым сделала действительно работу учителя по определенный период времени перед нами встает вопрос какую выбрать профессию кто-то становится врачом кто-то инженером а кто-то строителем или архитектором вы связали свою деятельность с информационными системами Мария нарышкина стала учителем в чем же уникальность профессии учителя профессия учителя массовая но не очень престижная среди молодежи их работа обычная и они обыкновенные люди все это так но это лишь одна сторона а есть и другая учитель это руководитель воспитатель наставник психолог какой еще род деятельности может совмещать в себе столько различных профессий никакой какая еще профессия требует проявления терпения понимания большой самоотдачи каждый день таких не так уж и много учителем профессия одновременно и массовая и уникальная профессия учителя это большая ответственность своими поступками учителя подают пример детям учат жизнь они помогают ученикам стать хорошими людьми стать учителем значит передать детям не только знания но и жизненный опыт именно в этом гражданское назначение учитель его человеческое предназначение в этом мире неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников думает юная преподавательница однако вспомнив безысходную судьбу двух народов зажатых в тиски пустыни мария без колебаний принимает решение ехать и учить кочевников я хочу чтобы вы ответили на следующий вопрос сколько лет было Мария Никифоровна когда она начала преподавать почему дети в селе не хотели в школу какой новый предмет пришлось преподавать в учительнице смогла ли Мария Никифоровна помочь жителям пустыни осталась ли она в Хашутове навсегда приехав в село Хашутово Мария Нарышкина встретилась с очень большими трудностями такими как неустроенность быта одиночество погодные условия другая среда совершенно другое окружение и очень большой проблемой было незнание языка увидев условия Хашутове она могла вернуться обратно к себе домой какие качества характера проявились бы в данном случае если бы она вернулась домой и какие качества характера проявляются когда она остается по назначению подумайте и запомните данную таблицу я здесь отметила некоторые качества характера такие как слабо если бы она вернулась обратно к себе домой то она проявила бы слабость равнодушие безответственность но она осталась по назначению то есть это был ее долг проявились такие качества как решительность ответственность продолжите пожалуйста этот список ответим на следующие вопросы в чем заключается поступок героини она отдала свои молодые годы и всю жизнь на служение людям добровольно отказавшись от личного счастья по своей инициативе ввела предмет обучения в борьбе с песками посадил шильгу и сосны из этого мы можем сделать вывод что труд упорство молодость и огромное желание человека изменить мир в лучшую сторону способны творить чудеса как это сделала героиня рассказа Платонина Мария Нарышкина Ребята вы тоже молоды полны сил и энергии творите дерзайте и делайте мир лучше ответ ответьте пожалуйста на вопросы какие проблемы понимает в своем рассказе писатель смогла ли молодая учительница понять обычаи и традиции другого народа в чем проявилось уважительное отношение ее к учебника как бы вы повели себя на ее месте чем хороша на ваш взгляд героиня рассказа какая у нее душа я здесь написала что она была открытая простая светлая добрая у нее были мечты выйти замуж создать семью что она делала она научила жителей бороться с песками до этого никто никогда не предпринимал такой попытки они принимали это как должное учила детей сажала деревья плела корзины мебель продолжите данный список главная ценность это служение людям если человек отдает всего себя служение людям его жизнь имеет смысл Мария помогла людям борьбе с пустыней но растеряла не растеряла всей своей силы стойкости и добилась своего пожертвовала собой ради спасения своего сила из этого делаю выводы смысл жизни бескорыстного выполнения работы улучшающая жизнь окружающих такие люди как Мария нужны всегда и вести вы должны будете оценить все этапы своей работы домашнее задание сейчас я приведу ниже дальше вы должны будете ответить на вопросы двумя тремя предложениями и мы будем оценивать ваши ответы по пятибалльной системе в общей сложности у нас должно получиться 50 баллов то есть вы пролистаете данную презентацию и опираясь на нее вы должны будете ответить на все ниже следующие вопросы и то что входит в домашнее задание вы должны будете написать мини-сочинение на тему роль учителя на селе спасибо успехов